Привет всем, днем у нас на поездке дня новый пациент, на этот раз маленький, этот рост ременник, птица поступила к нам вчера, у людей содержится уже более недели, содержалась на немножко неправильном рационе, то есть да, ей предлагали зерно смеси, ей предлагали яблоки, яблоки он естественно ел, потому что начинаться ему некуда, на самом деле птица насекомая, этот товарищ получил каким-то образом перелом киля, то есть гребной грудной кости, сейчас покажу вам страшилку, не знаю на сколько будет вида, в общем вот эта косточка, она должна быть прямая, а не вот в таком виде, в котором она есть, но срастись уже естественно за неделю все срослось достаточно быстро, то есть да, с мелкими птицами тут, либо либо фиксируешь первые дни, либо никак, либо получаешь неправильный срочный перелом, ну ладно, собственно что сделаем, то сделали, да, но получилось у нас принять эту птицу спустя неделю, у подобравших получилось себя довести только спустя неделю, поэтому мы работаем с тем, что есть. В принципе, летать ему этот перелом не мешает, поэтому птица вероятность ее потенциально выпускная, маневры здесь у него по комнате в принципе достаточно хорошие, на камеру я этого делать не буду, я его здесь не буду долго, наверное, наладить потом, не вошел в поле зрения. В принципе, в общем товарищ такой, подлечить вторичные проблемы, да, подлечить злой, да, злой, 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 подлечить кучу всяких паразитов, да, которые естественно у него есть, потому что в природе в теплый сезон года они питаются дождевыми червями, а дождевые червями это просто природный такой резервуар, это банк для вообще кучу, кучи всяких паразитарных, циск и прочих добра, вот, поэтому дрозды потребляют дождевых червей, они естественно заражаются, вот, собственно, ну это вот товарищ капиллероз, снегомоз, это в принципе такой стандартный набор гельминта для них, ну вот именно да, за счет того, что они едят дождевых червей прямо, вот, вообще расскажу немножко об этой птице при попадании, в невину, потому что подбирают их достаточно часто, и птицы у нас часто встречающиеся, да, то есть в принципе многие знают, как они визуально выглядят, да, это коричневая, ну ничего, куда, это коричневая стенка, может казаться коричневая с серым, потому что серая поясница еще есть, крылья однотонные тоже коричневые, пестрая грудь, и вот это вот все добро, оно радостно, значит, скачет подозонно, периодически опускает крылья, может дергать хвостом, вот, значит, они подозонно суетятся, и на рябине их можно заметить, потому что они дразны рябинники, да, то есть в зимний сезон они обчищают рябину, ранетки, калину и прочее добро, вот, в принципе, на самом деле, летом они как-то так, да, диффузно распределены, а зимой они в сотенные стаи, зачем, да, в сотенные стаи зачастую собираются, вот именно, мигрируя из одного, тихо, тихо, из одного региона в другой, подъедая рябину, собственно, подобрали птицу, да, подобрали просто, во-первых, товарищи достаточно суетные, да, то есть не сказать, что они прям стрессовые, стрессовые, убивающиеся, они именно, вот, суетные, нервные, прыгающие, куда-то им все время надо, да, то есть, себя разбивают, будь здорово в клетку, поэтому клетку я бы для них не рекомендовала лучше сажать все-таки в коробку, лучше сажать, например, там, какой-то пластиковый бокс прозрачный с дырками, да, потом просто накрывать этот бокс сверху светлой тканью, то есть, именно, ну, что-то со сплошными стеками, он имеет меньше шансов убить себя, что такое? Ты мечтаешь меня сожрать, да? Ты мечтаешь меня сожрать? Ну, собственно, ну, первое, да, посадили там в коробку, соответственно, дальше встает вопрос о том, чего дать поесть? Из того, что можно, да, не вгоряясь там с насекомыми, не бегая по зонам магазина в поисках кормов для насекомаятных птиц, яйцо творог, то есть, банально отвариваете яйцо куриное, трете на терке и желток и белок подаете, замешаете туда еще творог, вообще замечательно, замешаете туда еще пчок, да, замешаете туда еще тертую морковь, вообще будет здорово, вот, то есть, вот такой вот вариант мешинки, в принципе, для дроздов на первые, там, даже неделю в домашних условиях он прокатывает, да, то есть, птицы на нем себя чувствуют достаточно адекватно, вот, ну, такой вариант суррогата насекомых, и, опять же, да, несмотря на то, что в природе зимой они едят ревину, они ее едят, не потому что они ее там особо хотят есть, да, они ее едят, потому что другого ничего нету, они не найдут зимой насекомых, да, то есть, это такая плодоядная, насекомоядная птица, при попадании в неволю не проживет он у вас на одной ревине, да, то есть, вот у вас перед глазами, да, птица, которая неделю ела яблоко, которая имеет индексу питности тройку, это у меня нормально, естественно, поэтому, только растительное на корме в неволе не прокормите, хотя бы мешанку нужно давать в любом случае, идем, хорошо, ты ругаешься? что ругаешься? уже я не знаю ну, ладно то есть, лучше, конечно, все-таки, там, помимо того, что вы сбегаете во двор и нарвете рябину, лучше все-таки еще, там, не знаю, приготовить мешанку если птица попала, да, там, на длительное какое-то содержание, да, и вы решили, например, там, дрозда с раненым крылом оставить себе учитывая то, что, в принципе, привыкает и адаптируется, они к неволе достаточно хорошо тогда уже, ну, собственно, я не буду просто здесь растекаться мыслью по древу на темах рациона в неволе и на ПМЖ потому что они, естественно, гораздо более сложные, нежели, там, мешанка и любита, да, поэтому, там, с этим уже можно, ну, в интернете, на гугле и ознакомиться то есть, дальше, касаемо дроздов, в том числе, один момент, из-за чего они очень часто попадают в неволе это птица, которая безумно страдает в летний сезон, страдает она от того, что народ тырит ее детей вот, то есть, да, за счет того, что рябинники, они гнездятся колониально, то есть, несколько пар на одной территории за счет того, что рябинники селятся в любых парках, лесопарках, скверах, вот, куда они плюнут, у нас везде рябинники, да то есть, у нас, наверное, много все эти слетки, которые в нормальное время, когда они положены, вылетают из гнезда, еще не умеют летать, да просто, чтобы перемещаться по территории, там, короткими перепрыжками и прятаться просто в шестой траве, как положено по природе этих несчастных слетках начинает находить народ естественно, им кажется, что этот слеток там ущербный, несчастный и вообще его срочно надо спасать, потому что он мило смотрит на вас большими чертыми глазами вот, и народ все это тащит к себе давай так делать не надо ну, логично, как бы, про слетков уже у нас не знает, только ленивый, да то есть, слеток, это птичка, вот, которая выглядит примерно как взрослая птичка, да у нее еще может оставаться местами где-то пух, но которая при этом имеет очень короткие крылья и очень коротких бостов просто, потому что они еще не доросли это нормально, что такой птичка находится вне гнезда то есть, да, это природный механизм защиты птицы покидают гнездо как можно раньше, чтобы если хищник этот нашел, то нашел поодиночке, да и не стрибил весь выводок поэтому, если вы видите вот такую же птичку, только с короткими крыльями хвостом летом, да сидящую где-нибудь там в траве и лупящуюся на вас никуда не убегающую, это не значит, что он болеет, да это значит, это просто, ну, слет у гребенника и его надо оставить в покое даже если вы находите информацию о том, что его надо было оставить в покое, при этом уже там радостно притащить домой, накормить, там, не знаю, его с сосиской, колбасой и так далее этого несчастного гребенника вы можете его отнести обратно более того, зачастую вы можете его отнести не просто обратно, а отнести в ближайшую колонию дроздов-ребенников, да то есть, находите любое место гнездования и возвращаете в подлесо вот этого вот мелкого товарища потому что именно за счет колонияного гнездования они зачастую кормят не только там своих детей, да, но и вообще всех детей, там, своего вида, которых они заметят, там, в своем поле зрения поэтому вот такого вот слегка-подкидыша, да, его накормят, его примут просто потому что, как бы, все, что на определенной территории, оно все-таки считается автоматически своим вот, поэтому оставляйте в неволе из-за того, что там, вот мы подобрали и решили не возвращать как мы прочитали, что там, если птичку потрогать, то на ней остается запах человека и нельзя обернуть там, да, не, плохо, да у птиц вообще с обонянием достаточно туго, вот поэтому байка на тему того, что птенцов нельзя трогать руками, чтобы мама их не бросила это такая байка больше для детей, да, чтобы они не хватали им всякую жирность, вот, в общем, на самом деле это не так то есть, птицы запах практически не чувствуют, большинство видов в нашей средней белосе, по крайней мере, нет видов вообще однозначно, да которые откажутся от птенца, если вы его потрогали и вернули на место, но трогать, конечно, вообще не надо, да потому что ручки жирные, да, зачем нам надо своими ручками с жиропротом, с кожей, ну, хватает птичий пирог, который достаточно нежный вот, в общем, в принципе, вкратце о рябинниках вот так, об этом товарища тоже, вроде, все, что можно сказала да, птичок вы хороший, вот, будем надеяться, что быстро наберет вес и мы сможем вернуть его обратно к приему все, на этом заканчиваем